Всем большой привет! Сегодня готовлю голубцы-улитка. Вкусно, выглядит красиво и, что немаловажно, удобно есть. Подавать их можно не только к ужину, но и к праздничному столу. Для начала подготовим капусту удобным вам способом. Самый ленивый и легкий для меня способ это положить кочан капусты в морозильную камеру и на следующий день достать ее и дать ей оттаять. Сегодня я делала так. В капусте сделала надрезы на кочерыжки. Завернула кочан в мешочек и поставила в СВЧ на 15 минут на максимальную мощность. Теперь даю капусте немного остыть и отделяю капустные листья. Теперь с каждого листа срезаю прожилки таким образом. Обрезки не выбрасываю, они нам пригодятся. Чтобы листочки были достаточно гибкими, я провариваю подготовленные листочки в кипящей воде минуты три с момента закипания. Подготовим начинку. В кастрюлю кладем 50 грамм риса, вливаем 100 миллилитров воды. Ставим на огонь и варим до испарения жидкости. Как только вода испарится, рис снимаем с огня. До готовности доводить его не нужно. Одну большую луковицу разрежем кубиками. Небольшую морковь натрем на крупной терке. На сковороду наливаем растительное масло, примерно 2-3 столовые ложки. Кладем лук, жарим до полупрозрачности. Затем кладем морковь и жарим еще все вместе 1-2 минуты. Два средних томата разрежем на две части и натрем половинки на крупной терке, держась за кожицу. Кожицу убираем, она нам не понадобится. В миску кладем 400 грамм фарша, любого. Добавляем лук с морковью, кладем рис. Добавляем половину чайной ложки соли. Добавляем специи по вкусу. Я добавляю черный перец и чеснок 3-4 зубчика. Добавляем томаты. Можно томаты заменить томатной пастой 1 чайная ложка. Все перемешиваем, начинка готова. Отставляем в сторонку. Берем глубокую сковороду, я беру вот такую же ровную с антипригарным покрытием. На дно наливаю немного воды. Кладем обрезки от капустных листьев. Теперь берем подготовленный капустный лист, на край кладем фарш и заворачиваем рулетик. Получившиеся рулетики кладем же ровно по спирали, начиная с середины. Получается вот такая улитка. Приготовим заливку. В миску кладем 1-2 столовые ложки томатной пасты или по вкусу. Добавляем неполную чайную ложку соли. Вливаем 300 миллилитров горячей воды. Добавляем 3-4 столовые ложки растительного масла. Кладем черный перец и 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Я еще обычно добавляю 150 грамм сметаны. У меня ее сегодня дома не оказалось, а в магазин идти не захотелось, поэтому не добавила. По желанию можно добавить лавровый лист. Заливаем голубцы. Наверх кладем подходящую тарелку. Ставим на огонь и закрываем крышкой. Готовим голубцы до готовности на небольшом огне 40-50 минут. Готовые голубцы осторожно переворачиваем на блюдо. Убираем капустные листья. Поливаем сметанным соусом и разрезаем на порционные кусочки. Подаем к столу. Очень вкусно, удобно есть и капусту никто в сторонку не отодвигает. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok